Разве мы любим так друг друга, как заповедовал нам Христос? Как любили первые христиане друг друга? А ведь это самая главная заповедь. Заповедь новую даю вам, сказал наш Спаситель. Да любите друг друга. Ведь без любви все ничто. И мы с вами чувствуем какую-то пустоту душевную. Мы вроде бы и молимся, мы и постимся, а вот чего-то не хватает. А чего? И хватает самого главного – любви. Любви прежде всего к Богу. И к тем, с кем мы живем и кладемся рядом практически каждый день. Это наши намажения, наши близкие, наши дети или внуки. Те, с кем мы общаемся каждый день. Мы все больше думаем о себе, но в лучшем случае о своих родных. А ведь христиане воздумены всех. Это самая главная заповедь, данная Господу каждому из нас. И не важно, каким ты отделен, каким ты отделен самым священническим. Власть, начальство, подчинение или просто, может быть, домохозяйка. От этой замоведения не освобождается никто. Любить призван каждый из нас. И вот как-то у нас, скажем, в храме работающие сотрудники во вскоре, кто-то друг с другом пришли ко мне. И вот об этом я и напомнил. И когда и соблюдец сказал, что это так тяжело. Прости, хочу любить. Это нужно такую меру иметь. И вот здесь пришла нам мысль. Там удивительная фраза, которую я хочу посоветовать сегодня всем вам, дорогие. Любовь долготерпливая, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправдой, а срадуется истиной. Все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет. Эти слова каждый из нас должен услышать для христианин третьего тысячелетия знать наизусть, как правило, безопасность в жизни. Как только тебе что-то наездили, ты устанешь, приведи на муку эти слова. Любовь долго терпит. Не просто терпит. Терпит долго. До конца. До самого Христа. Пусть в душах останется честна. Претерпевший же до конца спасется. Ведь именно об этом все и важно. Нет больше той любви. Ежели кто отдаст душу свою, сотрудница. Вот тогда мы понятны. Почему? Потому что истинная любовь, она ведь не трогает. Потому она все терпит. Потому все покрывает. Потому на все надеется. А то вы не раздражается. Вот только придет к тебе такой помысл. А вот ты не такой, я так правил. Вспомнился, что любовь не раздражается. И если ты уже в этом состоянии, помни, ты потерял самое главное. Ты потерял любовь. Ты потерял любовь. И ты обустошил свою душу. И как теперь тебе тяжело? Не ему, на которого ты прогрелся. А тебе, который проявил раздражение на мне жениться. Может быть ты почувствовал, что ты выше него. Так вспомни опять эти слова. Любовь не гордится. Она не бесчинствует. Она делает как надо. Когда тебе говорят, ты не так сделал. Не обижайся. Правда, шинься переделывай. Она делает как надо. Она не бесчинствует. Потому что все, и церковь должна быть благообразной и починить. Она даже не мыслит зла. Представляете? Она не радуется неправдой. Она откроет, что будет в том же телефоне. В интернете, на компьютере. Она говорит, никакая толщина. И никогда не отошла к кому-нибудь другому это бесстыдственное, безобразие. Какой-нибудь совершенно ненужный, информационный сам человек. Она не радуется. Кто-то там похоже. Кто-то там веселится. Не так это весело, когда кто-то над кем-то издевается. А любовь, она не радуется неправдой. Это ловше. Это неправда. Она с радостью истина. А вот когда что-то получит, это ловше. Что-то веселое. И поделится. И отправит маму, папу, друзья. Пожалуйста, потронула душу. Это возвысило сердце. Она с радостью истина. Вот потому она и не заигрывает. Поэтому она и не превозносится. Потому она никогда не перестает. И если она настоящая. Вот говорят, если любят в семье муж и женой друг другу, то это навсегда. Это не так. Полюбили, разлюбили, разошлись. Если любят, то до дого. Вот у нас Пётр Георгиев. Мученик наших споведей. И он сколько-то замечательных примеров любви. Который сохранит Годрова в своей доброй, крутой отношении. Вот мне хотелось бы, дорогие, чтобы каждый из нас задумался об этом самое главное. Ведь если этого в нас не будет, то у нас ничего не останется. Мы будем такие же продавцы, покупающие, строящие, бегающие, суетящие, заумирающие. И мы ничем не будем отличаться от этого язычественного мира, который лежит во зле. Потому, говорит Христос, всех знают, что вы мои. Вы слышите? Вы мои ученики. Если будете иметь, любовь между собой. Как просто казалось, как просто любить. Это и есть. Тридцатое ступенье. Лестница. Яма лестничная. Я сегодня не начал с первого, не с пятого, не с двадцатого, не с тридцатого. Это уже выше у меня ничего не было. Выше любви ничего не было. Без чего не может прожить человек? Без дома он сможет. Без дачи сможет. Без машины сможет. А как на свете без людей прожить? Как прожить в свете без любви? Это уже не жизнь, а существование. Почему человек не просходит в свете? Как он надеждаёт? Он будет думать, а зачем я любви? А действительно, зачем уже это? Если ты не любишь? Если ты не любишь, то у тебя нет цели жизни. А для того, чтобы каким бы ты ни остался, не мог, не мог, не мог, не мог, не мог. Отвернувшимся в зло мира. Вспомни о Боге. Любовь – это имя Бога, дорогие. Если мы будем Бога любить, то мы никогда не будем одиночными. Даже если у кого-то умер души, жена, он остался со всеми сиротой, никогда не будем одиночными. Об этом говорит нам в Священном Писании. Если отец и мать оставят тебя, говорит Господь, я никогда не оставлю тебя. Вы слышите? Если мы с Богом, то мы всегда с любовью. Почему там, где Бог, там любовь? Там, где нет любви, там, где нет Бога. И себя думает, у нас есть иконы. У нас в каждой комнате иконы. И свечи есть, а любовь у нас есть. А вот этого нет. Значит, нет Бога в вашем доме. Вот я хочу пожелать любви в вашем доме. А для этого эту любовь нужно иметь в сердце. Вот сюда, в храм, для того, чтобы и спросить у Бога любви. Господи, нет в нас в мире. Научи нас верить, терпеть, прощать и любить. Не забывайте попросить в храме любви, которая у нас так мало. Ведь именно по причине беззакония, во многих, отновеет любовь. Вот причина отновления любви. Вот причина всех раздоров, разводов, ссор и других. Умножение в храм, по причине которого вознадевает любовь. А теперь завершение. Скажите, зачем Бог мир, в котором исчезнет любовь? Он создал этот мир для любви и сам является Богом. Зачем мир, в котором висят любовь? И люди будут друг другом волком, тигром, крокодилом. Зачем Богу такой мир для любви? Будут грызать друг друга, будут завидовать друг друга, будут досаждать друг друга? Вот потому такой мир погибнет. Вот почему бы нашего мира, который отходит от него, забывает от самого главного, он приближается к своему завершению. Он приближается. И мы видим с вами как именно причине беззакония. Расплевает оно любовь. И Богу мир без любви не нужен. Он еще и держит этот мир, потому что еще кто-то любит на земле. Может быть, это вы, которые любят Бога, приходят в храм, стараются прощать, терпеть любви друг друга, стараются родить. Благодаря таким любящим сердцам, которые еще Бог умолится и ближних стараются любить, держится и стоит в небе. Вот сегодня он и стоит на том, чтобы в сердце у вас есть в небе. Вот это хотелось бы пожелать. И чтобы вот этим движением любви мы объединялись. А как только мы начнем ее вот так втерять и так продевать в ней, давайте снова собираться вместе. И просить у источника, как у источника чистой воды, как радость и жаркость, чтобы подойти в жаркость и напиться воды из чистого источника. Вот это наше право. Когда тебе трудно, приходи к этому живому источнику любви и проси Господи, потому у меня все плохо, что перестал любить. У нас любовь и сядет на уме, не умеет, но долго терпеть, милосердствует, начинает забидовать, гордиться начинает, будто бесчинство о своем думает, а она не мыслит зла, уже никого не покрывает, а любовь все покрывает, всему верит, на все надеется и все переносит. Настоящий приходит ему тогда, когда ты что-то получаешь в замену, а то, что отдаешь сам. Вот давайте больше отдавать своего сердца, своего времени, своего внимания, добрых слов, чтобы получить обратно то, чем мы научимся щедро жертвовать. Это приучит нас Христос. Он отдал Себя всего. Вот потому и вот так мы все отгибли. Потому что Христа нельзя не верить. То, что Он сделал для нас, это есть и будет. Настолько Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единогонного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но и вернуть в жизнь вечную аниму. Спасибо. Спасибо.